Здравствуйте, дорогие друзья! Фильм был долгим, нодным. Предупреждаю сразу, кто все знает, лучше не смотреть. По поводу того, где какую рыбу и куда вам выложить, за ваши деньги любой каприз. Присылайте деньги, я за эти деньги заправлю волву и поеду вам снимать фильм о том, как я ловлю рыбу. Все мушки, которые вы здесь видите, они проверены уже не одним человеком и не на одной сотне рыбалки. С чем связан фильм? Я очень часто вяжу всевозможные наборы, как для начинающих, так и для опытных, как нахластовиков, так и поплавочников, и спиннингистов тоже. Поэтому здесь вопрос не стоит в том, для чего эти мушки подходят практически для всех видов рыбалки. Главное проявить небольшую сообразительность. Крайне редко бывает так, что не более двух раз в месяц, когда я делаю вот такой обширный набор, как говорится, с нуля и под какую-то определенную рыбу. Не в том смысле, что вот заказали 10 разных мушек, и я хочу пробовать. То есть человек уже опытный нахлыстовик, и хотел бы поэкспериментировать с моими мушками на своей рыбалке. Как раз Олегу Федорову я делал заказ, и для того, чтобы 10 раз одной тоже не объяснять и не рассказывать, потому что Александр Москаленко, Олег Ремес, Ян Масян, Леонид Богачук, очень много, кому я вот так вот делал, всевозможные такие наборы, и потом мне приходилось в личной переписке показывать на фотографии, какая мушка для какой рыбы и в какое время годится. Поэтому я решил сделать вот такой обзорный фильм, для того, чтобы для вас это было уже как учебное пособие своего рода. Давайте начнем. Для начала было сказано, какую рыбу хотел бы ловить, допустим, заказчик. Были перечислены практически все, но в основном это Хариус, Форель, потом уже шла Красноперка, Уклейка, Густера, Галавль, ну, Окунь, понятное дело, и изредка, если вдруг, там Жерих на перекатах. Поэтому давайте мы начнем с самой такой вот, более-менее рыбы, которую у нас ловят, даже самая начинающая, без всяких заморочек, это вот Галавль. Для Галавля практически годится любая мушка, которая имитирует вот жуков. Вот такие жуки, это вот более-менее такой простой вариант. Вы знаете, что я делаю и более реалистичных майских жуков, но здесь нет смысла изгаляться. Это не для Лувра, поэтому нам нужна практичная, хорошая мушка проверенная. Вот, в частности, Галавль очень хорошо реагирует на жуков, гусениц, так же, как и ясь в том числе. Вот такого типа стрекозы, точно так же, и Форель в том числе. Это вот у меня имитация ручейника. Очень часто вы, допустим, малевеснянки, ручейника, они с чем-то похожи, но такой собирательный образ. Это больше Галавли ясь. Такого типа вот стрекозки, которые я делаю, вот легкая такая вот имитация их, простейшая. Они работают практически по всей белой рыбе, потому что любой шлепок на воду, и рыба уже готова атаковать то, что упало на водичку. Поэтому варианты здесь применения могут быть любые. Если вы изготовите вот такую на 16 номере и в 4 раза меньше, то вы спокойно можете ловить и уклейку, и густеру, и красноперку, любую рыбу. Андрей Мартынов, друг мой, который вяжет очень реалистичные мушки и спинки, вот он умудряется на 16 номере связать вот таких жуков, поэтому платва очень охотно реагирует, как и красноперка на вот такие маленькие приманки. Идем дальше. Допустим, с Галавлем язем у нас все понятно. Упало на воду, шлеп, и там уже надо реагировать на поимку рыбы. Как быть с красноперкой? Многие мне задают вопрос о том, что красноперка не всегда и правильно реагирует на ту приманку, которую мы забрасываем. Но здесь, к сожалению, у меня нет. Сейчас я гляну, вот у меня в коробочке где-то должны быть. Да. Вот у меня имеется Red Tag. Ребят, делайте ее в любом виде, хоть медленно тонущую, хоть быстро тонущую, и практически проблем никаких не будет. Это универсальная мушка, на которую красноперка реагирует практически всегда. Единственное, не везде одинаково реагирует на перо павлина. Теперь переходим дальше. Раз затронули красноперку, вот я специально вытащил вот такую мушку. Она условно сухая, в то же время и условно мокрая. При попадании на воду, вот они у меня, вот здесь вот разные величины, вот эти вот паучки, они изготовлены, и немножечко в разном исполнении. Хотя работают практически одинаково, с красной головкой или же без головки. Это практически по любой белой рыбе. Пожалуйста, забрасывайте и ловите, начиная у клейка густера красноперка. Меня просто просили не делать меньше, чем вот я сделал на 16 номере. Здесь 12, 14, 16 номер. Это практически, ну и это тоже вот у нас получается 14 номер. Практически для любой верховой рыбы, и та, которая питается в толще воды до полуметра. Потому что мы забросили, она пока еще не намокла, рыба достаточно хорошо реагирует на упавшее насекомое. Если мы сделаем 2-3 потяжки, или же там секунд 30 побудет она на поверхности воды, сплавом спускаем ее, то она начинает медленно тонуть. Тоже по-своему уже рыба реагирует. Поэтому вот такие приманки работают поверхностные и предповерхностная рыба. Этой плотва в том числе к ней относится. Теперь, что касается, допустим, раз мы затронули головля, то имеются вот у меня такие вот тоже black, как он называется, спиннер, мушка. Я ее вяжу по-своему, поэтому замечания здесь уместны, неуместны. Для меня правило главное, чтобы рыба ловилась. И мушка нравилась мне. Значит, я вот эту более покрупнее, для головля и окуня. Это тоже пойдет. Вот эти поменьше точно так же реагируют на них и плотва, и уклейка, и густера, любая рыба. Что касается верховки, то я специально здесь, в этом наборе не делал очень мелкие. Ну, вот у меня еще здесь комарики есть такие, более-менее мелкие. Я так вот подвину, чтобы было видно. Часть будет видно, а часть нет. Вот такие комарики. Поэтому на них верховка садится достаточно хорошо. Я стараюсь изготавливать не меньше 18-го номера, где-то 16-й, 14-й. Тогда как-то еще мы ее можем отсеять. Ну, и понятное дело, что осы работают практически, смотря как по величине вы сделаете, они работают тоже практически по любой рыбе. Это вот что касается той рыбы, которая поверхностная, предповерхностная и в небольшой толще воды. Что, допустим, делать, если у нас стоит вопрос о том, чтобы ловить у дна? Ведь ни для кого не секрет, что рыба практически когда 60, а когда и 80 процентов питается у дна. Это бывают определенные моменты, когда нет вылета насекомых, и рыба в основном роет грунт, так как вот-вот должен быть вылет веснянки, паденки или же тот же ручейник, начинает вылазить. Поэтому нужно быть готовым к донной рыбалке. Для этого вот у меня имеются своего рода вот такие нимфы. Подведу поближе. Они все из семейства Goldhead, то есть с золотой головкой, как их называют. И вот хитрые, которые я буквально вот недавно запустил, они больше месяца работают, и уже проверенные. Это карп, карась, ну и практически лещ у дна берет достаточно охотно. Как вы поняли, здесь за счет того, что хвостики спинки у нас все время вертикально поднят вверх, зацепов нет, так как мушка со смещенным центром тяжести работает как микроджих, и достаточно хорошо, результативно работает. Ну, понятное дело, бывают времена, когда просто практически без клевья, поэтому не всегда бывает так, что и я ухожу без рыбы. Ну, верховку я не считаю. Значит, в зависимости от того, как у вас и где происходят рыбалки, что касается хариуса. Хариус, рыба достаточно привередливая, даже отойдя на 100 метров от того места, где вы ловили на одну приманку, на другом месте уже начинает действовать другой оттенок и другая приманка. Очень привередливая рыба. Поэтому нужно первым делом, если так получилось, что у вас удалось поймать, допустим, рыбку, желательно, как Михаил Скопец говорил, сделать вскрытие и посмотреть, что он кушает. Это самый-самый идеальный вариант. Поэтому, если я изготавливаю вот бокоплавы и такие простейшие, как чешская нимфа, ручейники, то я стараюсь подобрать или же вот такого морковного цвета, как вот у меня имеется, чтобы был вызывающий для рыбы раздражитель своего рода. Или же, допустим, в тон зеленый, или вот как у меня имеется белый, но он становится уже серый по цвету воды, так как немножечко подкрашивается моя белая пряжа. Здесь применять можно, как вот сибирский вариант, я изготовил мушки, они разные, так и можно применять вот имитацию ручейника в домике у меня. Поэтому величину подбирайте сами. Ну, вот эти у меня очень мелкие, это практически на 18 номере изготовлены. Это когда, ну, рыба просто уже вредничает и ничего не хочет. Вот они выручают черные, красные и, понятное дело, вот серо-коричневого цвета. Вот такие нимфочки. Какого цвета брать? Как? Сложно сказать. Я обычно всегда утром, если иду на рыбалку, начинаю с более-менее ярких мушек, так как утренняя зорька. После восхода солнца и когда уже более-менее солнечные лучи хорошо начали припекать, я стараюсь уже брать естественных цветов и чтобы меньше-меньше было там люрекса и всего остального. Для глубины, да, без проблем, пожалуйста, используйте. Теперь вот у меня имеется вот такая немножечко хитрая из семейства кебари. Это для тенкары. Но я их использую в нахлости. Также можно использовать и по плавочникам. Она условно сухая. В зависимости от того, как долго она будет находиться в воде, она может или сразу начинать впитывать воду и тонуть, или же проплывет у вас буквально метров 10-15 и начнет погружаться. Достаточно хорошо рыба реагирует. Но что самое интересное, как вы видите, здесь у меня три цвета. Один морковный, фиолетовый, серый, зеленый и такой молочно-белый. С чем это связано? В зависимости от того, какая глубина и где как. Вот, допустим, это уже провокатор морковного цвета. Фиолетовый цвет, сиреневый, работает на больших глубинах и практически всегда рыба очень хорошо отзывается. За последние три года, проведенных ряда экспериментов, вот у меня имеется вот такой ручейник, он чисто весь фиолетовый. То есть, очень хорошо работает по Хариусу. Начиная от Хабаровска и заканчивая Иркутском. Это уже проверено. Ну и понятное дело, что больше всего выигрывает вот натуральная веснянка, которая имеется у меня, уже здесь связанная. Это уже не совсем реалистик, но это обыкновенный фазан-тейл, изготовленный немножечко в моем варианте, который тоже достаточно хорошо работает. Практически по нимфам вы уже разберетесь сами с огрузкой, с глубиной или, допустим, с интенсивностью, как вам подергивать проводку или катящейся нимфой, или же на длинном шнуре. Эти варианты я уже в книгах своих описывал, рассказывал. Вы уже по месту для себя сами выберете. Ну и опять же, теперь самая такая основная рыба это вот окунь, который попадается у нас. Ну и, естественно, галавль. Штукаса, вернее, Жерих. Иногда, вот у меня имеются такие стекляшки, их я первый раз увидел и уже немножечко под себя начал модернизировать и стримера, и просто вот такие вот простейшие стримера у Оливера Эдвардса. Потом уже Игорь Тяпкин изготавливал. Ну, будем говорить так, что я здесь не первопроходец, но могу сказать одно, что вот они, в зависимости от того, как вы будете использовать, можно и спиннингом прицепить к чебурашке и спокойненько микроджигом. Можно облавливать все любые удобные для вас зоны, там, где обитает хоть судак, хоть окунь хороший. Даже хорошо реагирует и Жерих. В зависимости от костмастера можно забрасывать и на ускоренной проводке вот эти стекляшки, как я их называю. Ну, естественно, вот это чисто такая окуневая для Жериха. Хорошо работает. И вот это более-менее универсальное. Я просто ее изготовил вот такой величины для того, чтобы окунь отсортировать. Хотя бывает так, что и окунь на нее тоже садится. Это на четвертом номере. Это чисто для Жериха. Вот практически мы разобрали с вами бегло. Если будут вопросы, я потом по вашей просьбе изготовлю уже более-менее подробные фильмы. Допустим, как лучше, на какую ловить приманку. В частности, вот многие мне задавали вопрос. Я еще не закрою тему по фильму. Я изготовлю вот имитацию эмиджера, как правильно ее называют эмиджер ручейника. Но на самом деле это нимфа, которую нужно забросить. Она должна быстро погрузиться, а потом только лишь поднимать ее вверх. Желательно глубина, чтобы была до двух метров. И обычно рыба реагирует на вот такого типа приманки на всплытие. И практически 15-20, иногда 30 сантиметров до поверхностной пленки у нас уже идут поклевки рыбы. Потому что рыба знает, что вот ручейник у нас выплывает, преодолевает толщу воды, потом поверхностную пленку, и будет вылупляться во взрослое насекомое. поэтому подробно что, где, как, это мы уже с вами разберем, когда у вас будут вопросы. В фильме я в сноске укажу новую почту, потому что Яндекс у нас на Украине барахлит, поэтому кто желает, пожалуйста, пишите. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!